ну вот дошли руки до нашего автомобиля мечты пора уже его мыть посмотреть что с ним в целом ну и как-то уже хотелось бы вернуть свои деньги потраченные на мечту и соответственно может может быть что-то и заработаем пора на мойку 48900 пробег на нашем дрим каре но сейчас вот стал пускать его с паркинг чтобы поехать на мойку при съезде просто не очень слышно но при повороте руля и съезде куда сзади адский звук на самом деле как бы звук страшный при при поездке из санкт-петербурга вроде все было нормально участку и появился звук очень похоже на редуктор сейчас помоем посмотрим будем разбираться честно говоря пугает эта ситуация сейчас будем смотреть то что машина была когда-то битой как выяснилось но я это сразу знал естественно продавцы говорили что машина не бита не крашен но все как обычно да но я просто напросто сейчас вам покажу как мы все это дело раскрыли это не было проблемой сейчас вам покажу ну в общем смотрите вот по поводу битости машины да с чего обычно все начинается вот птс нашей машины 6 приезжаем смотрим машина не бита не крашен все супер все по фэн-шую что мы видим о рез и гарантия 23 11 2010 года что это значит это значит то что машина была сто процентов битой потому что вписанная страховая компания в птс это реально очень плохо да и чтобы вам не говорили продавцы какие невероятные истории не рассказывали это значит то что машина была зато то ли на то есть полностью разбита и и забрала себе страховая компания потом она ее в битом виде продаваться аукциона то есть как бы тут все просто когда видите собственник страховую компанию в принципе скорее всего надо бежать сразу от этой машины потому что она была тотальная в нашем случае я сумел докопаться до истины поднял документы по страховой но благо есть знакомые да и смог посмотреть что все таки было с этим автомобилем и как бы почему его затоталили на самом деле она сильно не была бита я посмотрел фотки по морде был удар и сломано было колесо в рычаге из на заднем колесе в принципе это все но сработали подушки безопасности поэтому машину затоталили в те годы только из одной этой причины страховая машину ну как бы списывала сейчас все делают но как бы времена другие соответственно кризис да и страховые до конца как бы пытаются машину восстановить раньше ее списывали да в данной ситуации как бы мы все проверили на самом деле машина качественно собрана безопасность люди поменяли поставили но на первом этапе до разговоров когда люди вам говорят что с машиной все хорошо а потом такое выясняете да то есть тут либо надо бежать от машины либо просто-напросто торговаться ну в данном случае это нам принесло очень очень хорошую скидку ну вот это пока все я просто боюсь что вот эти непонятные звуки сзади не было бы это результатом как раз той аварии сейчас будем выяснять но пока машину на мойку и будем смотреть дальше ну вот подъехали мы к шиномонтажу у нас с колесом к эта история просто сейчас мы немного удивились когда машину забрали да ну то есть думали что это недосмотр ну то есть направление движения колеса но стоит почему-то в обратную сторону вот видите стрелочка должна быть другую сторону но мы думаем что это просто ошиблись да сейчас посмотрим будем разбираться заехали шиномонтаж по соседству вот но кстати сняв колесо мы смотрим что все не так плохо все рычаги оригинально единственное что чуть тормоза подогреты все него отдают но приятно то что все амортизатор рычаги то есть все оригинальное нету никого колхоза и никаких там вещей типа лимфердер и всякой такой похожей дряни вот но вот сейчас сняли собираем разбираем колесо но она кстати тоже оригинально очень легенькая в этом как бы вижу плюс потому что нету китайщины вот сейчас мы снимем посмотрим что дальше но теперь понятно почему колесо стояла задом наперед люди просто спятали ладку надо аккуратнее но в общем сказочно повезло все таки нам с тем что поменяв масло в редукторе мы его походу починили звуков нету слава богу но масло было подгоревшие видимо там какие-то пятаки на ней крутили 1 1 выезд но не повезло правда с покрышками люди как бы по-тихому убрали с грыжей колесо внутрь и соответственно мы теперь в общем то попали на покрышки на замену покрышек передних тоже так ездить нельзя просто небезопасно первый выезд попробуем как раз будем тестировать как работает робот подергивается честно даже есть проекция на лобовом стекле мега круто так машина вроде бы это по подвески очень неплохая на самом деле все работает я снизу посмотрел когда с редуктором разбирались все сухо все хорошо такая чем-то bentley наверное напоминает но только то что дергается на роботе а по размеру но тяжело найдет я не очень понимаю как бы тут вопрос в том что эта машина вроде как с претензий на какой-то спорт на роботизированной коробки но так мягко говоря на спорт не очень натянет попробовать особо правда негде здесь город покатаемся посмотрим как провала такие приличные на роботе не знаю так должно быть или нет скорее всего что нет но после r8 еще более комфортная вещь после ferrari конечно это супер комфортная машина не будем проскакивать на стрелочку подождем вы знаете как бы техника такая на любителя но за те деньги за которым мы купили и реально пробег 48 900 и он подтверждается посмотрели через дилеры неплохой салон считаем нормальное приобретение но посмотрим проголосуют ли за эту рублем давайте попробуем езду на роботе собственно в ручном варианте особо не разгонишься целая проблема москва все-таки не место для таких автомобилей как показать практика видимо поэтому братья перекупа нам продали ее за дешево знаете честно говоря после итальянской техники это ерунда полная то есть это не разгон не знаю не знаю как это правильно назвать то есть мощность есть но именно сама коробка робота но не знаю как бы не ругали итальянцев у них намного лучше то есть скорость переключения передач то есть на порядок и быстрее да и именно отзыв до мотора на переключение ну как бы вообще другой намного все быстрее несмотря на ругаемый там робот той же мазерати она в разы интереснее сейчас попробуем конечно еще раз если получится так знаете вот буксует она смысле колеса пробуксовывает но собственно ну и все страшно если честно не ехать но я так понимаю это исключительно автомобиль был создан но просто кататься по городу так попытаться поднарезать понты может быть в каких-то местах но в плане какого-то спорта это просто несерьезно вывести не ругайте меня сильно но так что ты или я может не вкатился но так транспорт что-то что-то орет перегазовывать но не знаю мне пока не нравится ладно сейчас будем мыть переводить в порядок на самом деле надо продавать тут вопрос то не тест-драйвов будем пытаться заработать деньги так что давайте посмотрим после мойки что это за автомобиль потому что он адски грязный помыли машину и удивились но не подумайте на самом деле в приятную сторону машина реально неплохая вся ровненькая есть конечно какие-то жизненные у нее недостатки да но в целом как бы для 2008 года реально очень хорошая машина в очень хорошем состоянии несмотря на то что была чуть подбитая ну тут конечно же ее надо всю полировать по-хорошему до дела дитейлинг лобаум косичок есть вот какая-то загадочная штука лак это лак облез на кого на карбоне вот а так в целом может видеть что кузов как бы ну реально очень очень бодрый думаю шильда у китайцев какой-нибудь 500 рублей обойдется ну вот на заднем стекле здесь вот есть типа царапинки задние покрышки на самом деле достаточно бодрые да но есть такое предположение что они старые потому что старого образца пирали вот салон очень неплохо единственное что да может быть его и не накрасить но все-таки вот то что черный салон скажет любой вам перекуп что машина с черным салоном самый идеальный вариант потому что все трещины но в них попадать грязь но не видно потому что он черный поэтому как бы это очень все неплохо черный салон всегда выгодно видите педальки очень хорошая руль причем никто тут явно ничего не делал с ней не красил не готовил заводской карбончик замша реально неплохая машинка досталась я думаю что конечно не знаю как они продаются но в любом случае тот кто купит мне кажется будет довольны сейчас глянем ради интереса может в багажнике как у всех нормальных блогеров каких-нибудь найдем пачку денег да для того чтобы лучше наш видео наше лучше смотрелось сейчас заглянем на всякий случай вдруг я честно не открывал ничего не как бы все по-честному и все по-честному там ничего нет реально хорошая такая добрая машинка кстати пока есть возможность залезть снизу поснимал но есть ржавчина но как это не ржавчина трубы но это питер как бы но нормально чуть ржавчины трубы но я думаю это еще машины мало езжена вот здесь вот меняли масло в редукторе а так реально очень очень неплохая машинка подкупают то что здесь прям все сухое под капотом тоже все такое все честно и супер девайс карбоновый капот ну еще вот такая машина я надеюсь практически уверен что она должна нам принести добычу то есть какую-то денежку на кусок хлеба но посмотрим завтра хочу либо выставить в интернет но скорее всего сначала раз разошлю по знакомым так что посмотрим как отреагирует в общем есть одна идея завтра увидим пока все наверное всем пока